Рассвет. Кроваво-красный встает рассвет. Пожары бьют орудия. Война. В 1941 году Первоуральский хромпик был единственным заводом в Советском Союзе по производству хромовых солей. В начале войны инженеры получили специальное задание – разработать новую химическую формулу взрывчатой смеси. Дело было новое. Никакой технической литературы по этому вопросу не было. Известно только, что одно из соединений хрома при соприкосновении с органическими веществами способно их воспламенить. Писал в своих воспоминаниях инженер Григорий Исаакович Рогальский. Все нужно было сделать за 10 дней. Инженерный состав завода во главе с начальником Центральной лаборатории Георгием Рейтманом с заданием справился. Так появился препарат с кодовым названием 2Х – хлористый хромил. Препарат 2Х запаивался в ампулу. Ампулу опускали в марлевый мешочек и затем опускали в бутылку. В бутылку наливали автобензин. Закрывали сургучом. Если бутылку бросить, она разбивалась. И автобензин, смешиваясь с препаратом 2Х, воспламенялся. Зажигательная смесь. Она была послана в Москву, испытана на полигоне, получила добро. И в короткий срок было приказано заводу начать выпускать препарат. Всего 25 дней потребовалось специалистам, чтобы доработать технологию и поставить производство зажигательной смеси на поток. Бутылки с зажигательной смесью, как называли их, коктейль Молотова. Но при производстве жидкости выделялись очень сильные ядовитые газы. И многие женщины просто падали в обморок, отпаивали молоком. И если жидкость попадала на кожу, то она прожигала сразу насквозь. Нужно отметить, что зажигательные смеси в то время уже существовали. Но их нужно было поджигать вручную. В условиях боя это потеря драгоценных секунд. Хромбековский огненный снаряд самовоспламенялся при разбивании бутылки. Это не оставляло гитлеровским танкам никакого шанса на спасение. Горит! Горит! Товарищи! Танк от бутылки горит! Горит! Фашистские злобы! Давай, ребята! Давай, мать! В первый год войны треть коллектива хромбекового завода, а это более 500 человек, ушли на фронт. Среди них был политрук Петр Ершов. Он лично уничтожил 28 фрицев и был награжден медалью за отвагу. Добровольцами пошли воевать секретарь партийной организации Иван Шулин, секретарь правкома Федор Ткачев и секретарь комсомольской организации Влас Устюгов. 25 девушек закончили курсы с Андружениц и тоже ушли на фронт. Великая Отечественная война, тяжелое время, многого не хватает. Создается цех ширпотреба. В этот цех принимают ребятишек, подростков. Они выпускают чернила, из концернных банок делают кружки, варят мыло, в котором большинство сода присутствует. Николай Деменев в страшные 40-е годы был подростком. Начал работать в 12. В войну учился в ремесленном училище и трудился. Ребята день учились, день работали. Делали слесарный инструмент. Мы одевались, шинели нам давали, типа это военная форма. И кормили хорошо. Ну, 700 грамм хлеба было там. А там вот, а если я бы там, это, в ремесленном не было, 300 грамм там. У нас ни коровы, ничего не было там. Николай Кузьмич проработал в разных цехах Хромпика 57 лет. Он до сих пор помнит, как в войну в поселке боялись почтальона. Боялись получить похоронку. И помнит, что тогда для людей не было чужого горя. Народ был как-то, хороший народ был. Сочувствующие, помогали там вот все это. Заводчане трудились по 12 часов. Людей не хватало. Женщины вставали на рабочие места, ушедших на фронт отцов, мужей, братьев. Дом культуры Хромпикового завода отдали под госпиталь. Раненых с эшелона до госпиталя носили на носилках. Из фронтовой зоны в Первоуральск начали эвакуировать заводы. Из Москвы переехали опытный шинный завод и завод победитовых сплавов. Совместно с ними стали выпускать победитовые смеси для бронебойных снарядов. Также стали выпускать вольфрамовый ангидрит. До войны стандартный бронебойный снаряд – это закаленная болванка, выточенная из очень прочной стали. В борьбе с немецкими танками такие снаряды были бесполезны. Новой убойной силой против танков стали снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Вольфрам был очень дорог, так как получали его из-за границы. На нашем заводе начали выпускать вольфрамовый ангидрит, использовав местный шейлит. За это двое наших сотрудников-хромпиковцев, Богомельска и Семеновых, были удостоены звания лауреатов государственной премии. А еще, стремясь приблизить победу, рабочие раз в месяц перечисляли свой однодневный заработок в фонд обороны. Собирали теплые вещи для Красной Армии, отправляли подарки на фронт. Общаясь с людьми, пережившими войну, понимаешь, что современным людям, зачастую воспринимающим жизнь в черном цвете, подросткам, впадающим в депрессию по любому поводу, есть чему поучиться у старшего поколения. А некоторые ветераны Хромпика и сегодня могут дать фору любому. Каждое утро Закея Нагумановича начинается с зарядки. В начале лежа движение головой, затем массаж для кровотока. И потом, значит, вытягиваясь, все у меня готово уже зарядки к другим уже. И сразу начинаю. Раз, два, три, четыре, пять. До двухсот раз. Сейчас Закею Ахметову 89. Каждый день буквально расписан по минутам. Зарядка, молитва, встречи со школьниками, посещение мечети. Скучать некогда. И на все сил хватает. Все здоровье в наших руках. А то врачи, врачи. Отец покойный нам всем, всемирым детям. Говорил еще в тридцатых годах, у нас в трое четверо было. Дети, будьте сами силачами. Единственное, о чем он жалеет в своей жизни, что в 44-м, после начальной армейской подготовки, вместо фронта его направили в военное училище. Не довелось бить фашистов лично. Но зато Закий Нагуманович стал авиамехаником. А после войны 35 лет отработал на Хромпике. Заводе, чей вклад в победу сложно оценить. Редактор субтитров А.Семкин